МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Летом 1942 года в историю Великой Отечественной войны была вписана одна из самых загадочных и трагических страниц. Об этой истории сняты десятки фильмов. Ей посвящены полсотни книг и монографий. И при этом нет точного ответа на вопрос. Что же случилось тогда, в августе-сентябре 1942-го? Была ли на самом деле игра, которую назвали матчем смерти? Или все же правы скептики, утверждающие, что рядовую встречу двух футбольных команд в смертельное противостояние превратила советская пропаганда? Официальная версия выглядела так. Летом 1942-го в оккупированном фашистами Киеве бывшие футболисты киевского Динамо, объединившись в команду с названием «Старт», сыграли 10 матчей со спортивными клубами Вермахта. Выиграли все 10 с общим счетом 56-11. Перед одной из последних игр в раздевалку «Старта» вошел немецкий генерал и потребовал сдать матч. Динамовцы не послушались. Через два дня после последней игры, 18 августа 1942 года, десятерых динамовцев арестовали и отправили в Сырецкий концлагерь. Четверых расстреляли, шестерым удалось бежать. В советское время на месте казни был поставлен памятник в честь мужественных спортсменов, посрамивших врага на футбольном поле. Эта первая версия просуществовала полвека. Но после распада Союза появилась другая, прямо противоположная версия. Динамовцев назвали предателями. Матч смерти пропагандистской выдумкой. А казнь не местью, а наказанием за уголовщину. Якобы динамовцы, работавшие на хлебозаводе, украли муку. В военное время это преступление каралось смертью. Новая версия была растиражирована в прессе и на телевидении. Ее приняли на веру, без единого документального подтверждения. Само словосочетание «Матч смерти» впервые употребил сценарист Александр Борщеговский. В 1946 году он написал киноповесть с одноименным названием. Главное событие описано правдиво, но все имена вымышленные. Уцелевших динамовцев в то время допрашивали сотрудники НКВД. После войны уже сам факт присутствия на оккупированной территории мог служить поводом для расследования. А игры в футбол с захватчиками рассматривались как основания для отправки в лагеря. Поэтому Борщеговский получил установку. Написать героическую повесть, изучив материалы допросов. Подвиг был нужен. Реальные герои пока нет. Вот этот самый вопрос, этот самый, этот долго задавали, так, после войны, вот когда там были вот эти динамовские-то юбилеи, там, 40 для динамов, 50 для динамов, вот, их там это приглашали, и вот эти самые, это, милицейские-то генералы у них спрашивают, а почему вас не расстреляли? Почему тех расстреляли, а вас не расстреляли? Партийное руководство долго не могло определиться с отношением к спорному факту. Поэтому о матчах с оккупантами не было написано ни строчки. Но в начале 60-х все изменилось. На экраны страны выходит художественный фильм Евгения Карелова «Третий тайм» с Леонидом Куравлевым, Вячеславом Невинным, Глебом Стриженовым в главных ролях. Картину посмотрели 32 миллиона человек. Среди зрителей были и выжившие участники тех игр. Но патриотическая агитка не вызвала у них ничего, кроме горечи. По версии авторов фильма, всех футболистов-героев фашисты расстреляли сразу после игры. После этого мачта никто никого не арестовал. Миф это какой был? Что вроде они сыграли этот мачт, сразу их со стадиона, машину, расстреляли всех. И фильм это даже выпустили, там, «Третий тайм», этот фильм, этот вышел в 62-м году. Я помню, что отец говорит, ну все, говорит, мы все мертвы, говорит. Чудом выжил якобы только один участник той игры. Знаменитый динамовец Макар Гончаренко. Позже он, забивший в матче реванша в ворота Люфтваффе два мяча, во всех интервью излагал одну версию событий. Официально. Его товарищей это оскорбляло. И поэтому они обижались, что почему они живые, так он везде ходит. Ходит. А никого из них, значит, не это самое, значит, это не берет. Ну, после этого я уже, это мы уже пришли к выводу о том, что, значит, это была такая, значит, это на установку-то никого-то не брать. Ученый и футбольный болельщик с 72-летним стажем Вячеслав Палыч Собалдырь свыше 20 лет посвятил собственному исследованию событий, предшествовавших матчу смерти. Долго взвешивал все за и против, прежде чем опубликовать полученные результаты. Он понимал, третью по счету версию примут в штыки. Поэтому все это время он собирал доказательства. Факты, которые свидетельствуют о том, что динамовцы переиграли немцев не только на футбольном поле. Вот есть документы, которые свидетельствуют о том, что эти люди были подготовлены, они должны были остаться в Киеве, и они остались все, кроме тех, кого руководство отправило по ту сторону фронта. Третья версия события опровергает обе предыдущие, на первый взгляд кажется маловероятной. Но в отличие от прежних трактовок, версия Собалдыря имеет документальное подтверждение. Фотографии, протоколы допросов и рукописное признание участника матча смерти динамовца Макара Гончаренко. Сведения, которые позволяют утверждать, динамовцы были не просто спортсменами, оставшимися в оккупации и выигравшими у спортклубов вермахта 10 встреч. Футболисты были ядром подпольной группы одной из пяти-шести действовавших в Киеве в 41-43 годах. Июль 1941. Войска вермахта за три недели преодолели 500 километров от бывшей польской границы до окраины Киева. Начальник штаба Красной Армии Георгий Жуков и командующий обороной Киева Никита Хрущев просят уставки разрешения отвезти войска за Днепр и оставить Киев. Сталин в ответной телеграмме грозит трибуналам за панические настроения. Правда, велотекущая эвакуация все же продолжается. Большинство динамовцев, как военно обязанные в те дни, были мобилизованы, а остальных оставили в городе волевым решением начальника НКВД. Известна проба бывшего капитана команды Николая Щегодского и тренера команды Михаила Бутусова. Они просили начальника Киевского НКВД Льва Моисеевича Варнавского эвакуировать не только часть команды, а эвакуировать всех, кто остался в Киеве. Варнавский усмотрел в этом трусы своих любимцев и отказал им в эвакуации. В окружении, так называемом Киевском котле, Красная Армия потеряла свыше полумиллиона бойцов. Большая часть из них сгинула в плену. Динамовцы, которым посчастливилось выжить и не оказаться в лагерях смерти, потянулись домой. Возвратился раненый Трусевич. Пришел из окружения под Полтавой Михаил Путистин. Вернулся из-под броваров Николай Голимбиевский. То есть потихонечку они возвращались. Вернулся Алексей Клименко, Иван Кузьменко. Сын выдающегося советского футболиста Путистина, Владлен Михайлович, хорошо помнит, как случайно встретил отца, предыдущего по улице. И я как-то стою у парадного, вот здесь вот стою, смотрю по садику, ты вроде отец идет. Но я не поверил, думаю, мы же вот в армии это проводили. Значит, он это в штатском был. И я так думаю, это может и ошибся, там ему это крикнул, это сам это папа. И оказалось, что это значит он. Удивительно, но почти все динамовцы, Сверидовский, Клименко, Коротких, Путистин, Трусевич, в той неразберихе сумели вернуться в родной город. Историк Вячеслав Собалдырь считает организованное возвращение динамовцев не случайным. Такой была еще предвоенная установка руководства НКВД. Вернуться в город, найти прикрытие, установить связь со своими и ждать приказа. Была такая идея, что армия сама победить противника не может. Что нужно, чтобы кроме армии было мощное партизанское движение. Поэтому на территории СССР в случае оккупации противником, ну, ясно, что кроме Германии никто это не мог быть. Должны быть базы созданы, люди подготовлены и так далее. Спорт общества Динамо до войны не знало себя равных по количеству соревновательных трофеев. Но, естественно, руководство НКВД, которому подчинялась Динамо, интересовали не только спортивные победы. Динамовцы были элитой, всесторонне подготовленными бойцами, которые могли выполнить самое сложное задание в тылу врага. Только под Киевом действовали три спецшколы НКВД, в которых спортсмены проходили диверсионную подготовку под присмотром инструкторов-чекистов. В 1936-м партийное руководство страны резко изменило отношение к тем, кто готовил будущих диверсантов. Вдруг решили, что это предательство, что это задумали Якир и Тухачевский ударить этими партизанскими силами в спину Красной Армии, сбросить существующее правительство и так далее. Был такой процесс, военный заговор. Всех их расстреляли, как расстреляли всех, кто занимался партизанской войной. Конечно же, восьмилетний Владлен Путистин в те годы не мог знать, был ли его отец разведчиком. И только сейчас, по обрывкам нескольких осторожных отцовских фраз, Путистин-младший может предположить, все время оккупации его отец ходил по лезвию ножа. Вот когда немцы арестовали их, он говорит, я боялся, что они узнают, что я в 1939 году был во Львове трейлером «Динамо». Я уже разговаривал со многими работниками ИКГБ бывшими. Они говорят, да, в то время, вы что думаете, вашего отца в 1939 году, когда его откомандировали во Львове, это «Динамо», где как раз освободили западную Украину. Вы думаете, он что, просто там был тренером? Впрочем, для начала «Динамовцам», вернувшимся в Киев, нужно было легализоваться. У оккупационных властей с этим было строго. Нет работы, нет документов и продуктовых карточек. А на работу без особого разрешения также было не устроиться. Всех незарегистрированных и неработающих в конце концов ждали лагеря смерти. Дарницкий или Сырецкий. «Динамовцев» спас директор хлебозавода Йозеф Кордик, который устроил их к себе. Возник вопрос о трудоустройстве, и надо было чем-то кормить себя и семью, то футболисты вспомнили свои довоенные специальности. Так, например, Трусевич по специальности вообще-то кондитер. Первоначально он продавал зажигалки на Евразе, а потом он встретил Иосифа Кордика. И была такая установка, значит, организовать это в Киеве, это культурную жизнь. Это вроде бы, вот немцы уже так пришли, это навсегда, и чтобы открывали, значит, открылся оперный театр, открылся там, вот, значит, это кино там пошло, значит, в общем, началось вот такое вот. Ну и Кордик-то решил, значит, сделать у себя эту команду. Тут-то и поступило предложение от организатора спортов общества «Рух» некоего Георгия Швецова сыграть товарищеский матч с его командой. Как оказалось, именно это был первый шаг на эшафот. Швецов Георгий Дмитриевич очень неординарная личность. До войны он был инструктором физподготовки в доме Красной Армии, ну, нынешний дом офицеров. С началом войны он был призван в армию, находился под Киевом, но при отходе советских войск он как бы ушел из счастья самовольно и до прихода немцев скрывался в городе Киеве. Когда немцы захватили Киев, то Швецов предложил свои услуги немецким властям. Руководству Киевской городской управы срочно нужно было показать, что немцы налаживают быт и нормальную жизнь. Хлеба и зрелищ эту формулу решили не менять. А какое зрелище отвлекает от проблем лучше, чем футбол? Но тут оккупанты просчитались. Полуголодные динамовцы в первом своем матче разбили рух 2-0. Швецов, оценив мощь соперника, судьбу искушать не стал и подсунул киевлянам соперника поопытней – сборную венгерского гарнизона. Команду, собранную из бывших динамовцев, назвали «Старт». По городу впервые были расклеены афиши. Венгры были биты с унизительным счетом 7-1. Не желая смириться с поражением, они усилились несколькими профи и вышли на реванш, как на последний бой. Владлен Путистин хорошо запомнил тот матч. Венгры сражались яростно. Восьмилетний Владик стоял за воротами Трусевича. Когда мяч выходил за линию, он подавал его вратарю. С венграми? Вот когда наши вели 3-0, и вдруг это стало 3-2. Оставалось несколько минут до конца. Венгры наседали. И им таки удалось сократить разрыв до минимума – 3-2. Изможденные динамовцы еле передвигали ноги. В этот момент вратарь киевлян Трусевич обернулся к мальчику и в полголоса попросил потянуть время. Он мне кричит – не спеши, не спеши, задержи. Я бегу вроде, и так мяч только. О, раз. Понимаете? Опять вроде его-то берут, да? Опять вроде берут, так раз. И вот так у него это самое. Понимаете? Тот матч стал для динамовцев главным испытанием на прочность. После него они громили всех соперников подряд. 6 августа от динамовцев досталось немецким зенитчикам – 5-1. Именно эту команду летописцы советских времен ошибочно назовут Люфтваффе. Хотя она называлась Флагельф. Возможно, потому что на трибунах стадиона «Зенит» – теперь он называется «Старт» – было немало зрителей в летном омбундировании. Похоже, именно тогда терпению оккупантов пришел конец. Когда Гончаренко, Путистин, Клеменко или Свиридовский, вышедшие на игру в красных футболках, вколачивали мяч за мячом в ворота Флагельфа, над трибунами неслось «бей немцев». Окупанты прекрасно понимали – футбол тут ни при чем. Ну и крики уже такие, там, это «бей немцев», там, и тому подобное. Да, ну там же никто не, 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 это кричат, да. А там, естественно, это было, ну, немецкие, эти самые, эти разведка, так и так далее, уже это докладывали, что вот это выиграют и выиграют. Там это самое-то все время, значит, это же было, ну, ну, как говорится, для немцев это непрестижно, вот. Вот поэтому они решили вот этот самый, сделать вот этот самый, этот самый, этот реванш с усиленным-то составом. Реванш назначили на 9 августа. Решили, что динамовцы просто не успеют восстановиться. Поначалу так оказалось. Флагельф играл мощно и слаженно, поэтому неудивительно, что именно немцы открыли счет. Но тут что-то произошло. Оголив тылы, наши пошли вперед. Немцы этим не воспользовались. Вратарь Динамо Трусевич брал все мячи. А когда Кузьменко дальним ударом счет сравнял, немцы сникли. Вскоре счет стал 3-1 в пользу Динамо. Стадион ревел. За динамовцев открыто болели даже союзники оккупантов, венгры. Немцы собрались и сравняли счет. Но благодаря голу Гончаренко динамовцы вновь вышли вперед. И своего не упустили. Матч закончился со счетом 5-3 в пользу старта. Из пяти голов два гола забил Макар Гончаренко. Как впоследствии писал сам Макар Гончаренко, что в первом тайме они очень, встретив такое упорное сопротивление немцев, хорошую игру немцев, они разозлились. И поэтому как? Они профессионалы, они не могут проиграть. И во втором тайме они мобилизовали свои силы. И действительно, хотя защита немцев была очень упорной, они все-таки сумели пробить эту оборону. Это фото не публиковалось 30 лет. Оно ждало своего часа в архивах НКВД. Позже некоторые любители сенсации используют его как доказательство того, что матч был чуть ли не дружеским. Мол, сфотографировались после игры на память. Но при внимательном рассмотрении можно заметить, форма на игроках обеих команд идеально чистая. На лицах ни следа усталости, никто не растрепан, не испачкан грязью. То есть фото было сделано до матча, вероятно, по настоянию уверенных в грядущей победе игроков Лакельфа. Динамовцы сыграли еще один матч, 16 августа. Они разгромили команду Георгия Швецова, РУХ 8-0. Через два дня их арестовали на хлебозаводе во время смены. Вопрос, за что, до сих пор остается открытым. В одном из псевдоразоблачений 90-х автор утверждал, что динамовцы крали муку и их поймали с поличным. Но в протоколах допросов точно указано, их увезли в здание гестапо по адресу Короленко, 33. Гестапо – спецслужба, занимавшаяся политическими репрессиями, а не уголовщиной. Стало быть, в краже динамовцев не обвиняли. Тогда в чем? Академик Вячеслав Соболдырь уверен, футболистов арестовали в первую очередь по подозрению в шпионской деятельности. Первым расстреляли полузащитника Николая Коротких, кадрового сотрудника НКВД. Расстреляли якобы из-за этого снимка. Утверждали, что на фото – Коротких в форме НКВД. На самом деле человек в форме рядом с футболистом – его куратор. Снимок Соболдырю подарил Макар Гончаренко, тот самый, который был назначен единственным выжившим. Если вы посмотрите протоколы допросов, особенно по истории войны, когда люди, сидит следователь и выжимает из футболиста что-то, ну там просто смешные вещи. Заставляет просто говорить то, чего не было. Гончаренко сделали ему такую болванку, и он за рамки ее не выходил. Он за рамки ее не выходил. Так что, они должны были все ездить и говорить? Зачем? Тогда бы каждый рассказывал по-своему, и оно бы выглядело плохо. Вот фрагмент рукописи Макара Гончаренко. В ней он прямо указывает, свой последний матч «Динамовцы» сыграли не 9 августа, и даже не 16-го, когда разбили рух 8-0. Была еще одна игра – 6 сентября. Она, по сути, и стала матчем смерти. Об этой игре никто никогда не рассказывал. Соболдырь утверждает, она проходила без свидетелей. На стадионе вермахта, куда вход посторонним запрещен. Из зрителей были только немцы. Этот поединок как раз с Люфтвафф и «Динамовцы» выиграли 5-3. Именно после этой игры гестапо схватило одного из разведчиков-спортсменов Николая Коротких. Здесь мнение Соболдыря резко расходится со всеми остальными версиями. В частности, с официальной датой ареста десятерых «Динамовцев» 18 августа. Соболдырь утверждает, 18-го «Динамовцев» не арестовали, а задержали до матча. Их уже подозревали в шпионаже, но доказательств не было. Все же заволновались сразу, заволновались, но нет людей, где они делись. Вот мне Владлен говорил, что вот мы, ну, вроде как пропали. Они не пропали, немцы тогда что сделали, они разрешили кому-то из родственников приходить, ну, там, хотя бы для свидания. Показали их, что они живые. Их там хорошо кормили, хорошо, значит, нормальные там были условия. Ну, единственное, что подвал. Вот. Машиной возили на стадион на тренировки. И вместе с ними тренировалась Люфтваффе на том же стадионе. Зачем немцам нужна была игра 6-го сентября? Во-первых, их разозлили поражения в предыдущих встречах. А во-вторых... На 6-е число уже немцы же назначили Великое Святое. Открытие концлагеря, который должен был стать главным на Украине по уничтожению населения. Вот. И плюс вот это торжество взятия Сталинграда. Значит, их забирают 18-го числа и 19-го всю команду. Решили, что будет играть Старт и Люфтваффе. И отправляют в подвал. Вячеслав Собалдырь составил сводную схему событий, предшествовавших матчу и последовавших за ним. Он уверен, игра, конечно, подтолкнула раздосадованных оккупантов к расправе над советскими футболистами. Но главная причина их ареста – переданная в ставку советского командования сверхценная информация. Футболисты-разведчики добыли ее, пообщавшись с соперниками, немецкими спортсменами. Те сообщили, что после игры отправляются на фронт под Сталинград, куда стягиваются огромные силы вермахта. Гитлер наметил на 6 сентября решающий штурм. Сталин, предупрежденный об этом по версии Собалдыря, решил нанести контрудар. Штурм сорвался. Вячеслав Собалдырь считает, в том числе, благодаря динамовцам Ткаченко, Коротких, Кузьменко, которые донесли ее до своего шефа, двойного агента Майера Мельчевского. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Коротких арестовали 6 сентября 1942-го. Долго пытали, точная дата смерти неизвестна. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И футболистами. Вот. И когда гестапо начало искать утечку информации, вот уже по Сталинграду, то они его... он всплыл, а его там фамилия. Это важный документ. Свидетельство о смерти Николая Коротких. Выданы его супруге. Обратите внимание на год выдачи 1977-й. Хотя Коротких замучили еще в 1942-м. Эта секретность, по мнению Сабалдыря, не случайна. Наоборот, именно так спецслужбы скрывали истинные детали работы разведчиков. Суд принимает решение, без всяких свидетелей, без никого, принимает решение, что он ушел в армию и не вернулся. Как он не вернулся? Во-первых, вернулся и был в Киеве, и жил с семьей, и участвовал во всех этих делах. Теперь в 1961-м, в 1965-м году они получили медали. И там написано посмертно. Но если бы он был простой человек, его бы вот это послито. Нет? Вы понимаете, что это... О чем это говорит? О том, что это был их человек. Есть еще один важный вопрос. Если игра состоялась 6 сентября, почему немцы скрывали этот факт? Значит, была причина для того, чтобы спрятать этот матч. В чем она могла заключаться? Только в одном. В том, что произошло в связи со Сталинградом. Получалась почти анекдотичная ситуация. Летчики играли с уже разоблаченными советскими агентами в день, когда был сорван штурм стратегического значения. Косвенное подтверждение версии Сабалдыря, поспешное передислокацией киевского подразделения Люфтваффе. Летчиков словно прятали от начальственного гнева подальше. Или боялись, чтобы не сболтнули лишнего. Вот я недавно нашел данные, немецкие данные. Эта часть летная, Люфтваффе, которая стояла в Киеве, была отправлена на фронт. А футбольную команду Люфтваффе отправили, как бы вы думали, куда, никогда не догадаетесь. В Португалии. Версия Сабалдыря о футболистах-подпольщиках объясняет нестыковки, над которыми историки безуспешно бились много лет. К примеру, гестаповцы арестовали только коренных динамовцев. А Балакина, тоже участника матча смерти, отпустили, потому что до войны он играл за локомотив. То есть сотрудником НКВД, вероятно, не был. Через полгода по той же причине смерти избежал еще один игрок команды хлебзавода «Старт» Федор Тютчев. Гестаповцы установили, что до войны он играл за другой клуб, ЦДКА. Следовательно, и в НКВД не числился. А расстрелянные в один день Клименко, Трусевич, Кузьменко были штатными динамовцами. Значит, по логике немцев разведчиками. К тому же они тесно общались с уже погибшими Ткаченко и Коротких. Таким образом, участь троих футболистов была предрешена. Спортсменов заключили в Сырецкий концлагерь. 23 февраля 1943-го в лагере произошло ЧП. Лагерная овчарка бросилась на заключенного, возникла паника, кто-то случайно толкнул коменданта лагеря фон Родомского, и тот порвал шинель. Разъяренный Родомский приказал расстрелять каждого третьего. Из совпадения в группу из 42-х обреченных попали все динамовцы, кроме некоренного Федора Тютчева. Кстати, после освобождения Киева чудом выжившего футболиста не допрашивали по поводу обстоятельств казни, а ведь он находился рядом и видел все. Вячеслав Сабалдырь считает, сотрудники НКГБ, проводившие следственные действия по факту смерти динамовцев, прекрасно знали, никакой случайности в том расстреле не было. В пользу версии Сабалдыря говорит еще один факт. Динамовцев расстреливали не рядовые каратели, эсэсовцы или полицаи, а высокопоставленные сотрудники лагерной администрации. На Короленко, когда они приехали, то Эрлингер повел Кузьменко в подвал и расстрелял. И Эрлингер остался, а эти два приехали в лагерь с ними. Выстроили строй, Шейр подошел, сказал, ты выходи, и ты выходи. Вот, никакого там счета не было. И они пошли, вышли из лагеря, и пошли, есть показания одного полицейского, что он видел группу, которая выходила из лагеря. И Родомский, и этот Шейр, они убили Трусевича и убили Климента. Большинство исследователей, пытаясь выяснить правду о матче смерти, допускали общую ошибку. Искали единственную причину, по которой динамовцев арестовали и приговорили к расстрелу. На самом деле, скорее всего, роковую роль в их судьбе сыграло несколько факторов. Не в последнюю очередь подозрения немцев относительно разведывательной работы футболистов. Реальных доказательств, кроме фотографий спортсменов в тренировочных лагерях НКВД, у гестаповцев не было. Арестованные, несмотря на пытки, не сознались ни в чем. Иначе их отправили бы в Германию, согласно существующей директиве. Несознавшихся ждала смерть. Гитлер, зная, что был договор между гестапо и НКВД, он дал команду, что если этот советский разведчик признается, что он разведчик, его ни в коем случае не расстреливают, отправляют в Германию. И, конечно же, немецкие следователи, когда с ними работали, они сразу же видели, с кем они имеют дело. Но те же не признавались, не признавались. И их всех приговорили в смертный казнь. Однако сводить все к одной версии о подпольной деятельности динамовцев нельзя. Как тогда объяснить арест после последней игры? Вероятнее всего, победа в игре, которую приказали проиграть, предопределила их участь, ускорила расправу. Пятеро из одиннадцати динамовцев были убиты. Остальные ждали своей участи. Но вышла внутренняя директива. Временно приостановить казни, чтобы расположить к себе местное население. И выжившим удалось бежать. Но тогда уже существовал закон такой у них, был приказ такой. Никого не расстреливать. Ни партизан, ни коммунистов, ни евреев, никого. Ну, если только не в бою, там, или явное преступление какое-то уголовное, или еще другое. Вот. Надо было год поработать. Надо было год поработать. Поэтому наши ребята, когда там сидели, они знали, что они приговоренные. Организатора матчей смерти, главу спортов общества РУХ, Георгия Швецова, арестовали на второй день после того, как следователи СМЕРШа допросили выживших динамовцев 3 декабря 1943 года. Его тоже долго допрашивали, дали срок за сотрудничество с немцами. Но факт существования доноса доказать не смогли. А много лет спустя появились свидетельства некоторых бывших подпольщиков о том, что футболистов сдал некий Георгий Вячкис, бывший пловец-динамовец, провокатор и агент гестапо. По свидетельству заключенного с советского лагеря Иосифа Бродского, дававший показания чрезвычайной комиссии в ноябре 1943 года, он говорит, среди агентов гестапо я знаю Вячкиса. Из его предательской деятельности мне известно о том, что он предал команду Динамо. Бродский в 1944 году погиб на фронте. То есть спросить, что и как невозможно. О том, что агент Георгий Вячкис придал команду Динамо, говорит еще один свидетель Семен Берлин. Следы Вячкиса затерялись в Германии. Немцы при отступлении забрали ценного агента с собой. Судьбы палачей, принимавших участие в расправе над футболистами, сложились не столь благополучно. Комендант лагеря фон Родомский, отдавший приказ расстреля троих динамовцев, был убит. А его приспешник Шеер бежать из Киева не успел. Здесь его и повесили по решению военного трибунала. Шеера мы тут пока показываем фотографии, он висит. Вот Родомского убили в марте 1945 года. Причем немцы скрывают, кто его убил. Вот. А где делся Эрлингер, я не знаю. Никаких данных нет. Вячеслав Сабалдырь считает, динамовцев могли нечаянно выдать другие подпольщики. Дело в том, что многочисленные группы не подозревали о существовании друг друга. Такой была задумка. В случае провала одного звена, другие продолжали работать. Однако у этой схемы существовал изъян. Отсутствие координации. Каждая группа имела установку, способствовать нейтрализации предателей. Двойные агенты-подпольщики могли подбросить гестапо идею проверить причастность к шпионажу Ткаченко-Кузьменко-Коротких. Их законспирированных агентов под прикрытием некоторое время считали предательными. Так же, как и Георгия Швецова. Швецов получил 10 лет, и он рано вернулся из мест заключения. Я это веду к тому, что еще многие футболисты, члены команды «Динамо», оставшиеся в живых, и Гончаренко, и Сверидовский, и Путистин, и Тютчев, еще были в Киеве, они были живы. Они все встречались, но никто никаких претензий к Швецову не предъявлял. Шестерым «Динамовцам» удалось сбежать из-под ареста. Тогда, в 1943-м, их спасло чудо. Но, как сам рассказывал Гончаренко и Сверидовский, им помогли и местные полицейские. И, как рассказывает Сверидовский, они увидели, что мы собираемся бежать. Они сделали вид, что они нас не видят. Отвернулись. И они всей бригадой, 16 человек, в один день бежали. После освобождения Киева большинство игроков «Динамо» отправились на фронт. Некоторых после допросов этапировали в лагеря. В одной команде спортсмены больше ни разу не играли. Это единственная пленка, где они на поле вместе. Путистин, Трусевич, Клеменко, Гончаренко, Сверидовский, Кузьменко, Коротких. Через много лет они застынут в бетоне и бронзе, как герои. И хотя историкам еще предстоит выяснить всю правду о роли динамовцев в антифашистском подполье, их победа над оккупантами на футбольном поле уже стала символом сопротивления киевлян врагу. И частью великой победы, которая у нас одна на всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok